Привет, профессионалы и дилетанты! В вашему вниманию матч Мегалиги ЛФРМ между командами Made in Russia и Краснодар. Краснодар играет в красной фломе, Made in Russia в белой. Ну и фаворитом этого матча все-таки является Краснодар. Но нужно вот это предстатовое преимущество им еще воплотить в результат. Посмотрим, как они это смогут сделать и смогут ли. По первым минутам можно сказать, что Краснодар активнее. Краснодар опаснее, да, и Краснодар зарабатывает угловой. Который, ну, видишь, домашняя заготовка, набегание на ближнюю штангу, скидка и 1-0. Ну, это классическая схема, да, когда с ближней штанги сбрасывается либо в центр, либо на дальнюю. Ну, тут, опять же, да, удивляет игра Made in Russia, которые, в принципе, я думаю, должны были читать ближнюю штангу. Там ближние штанги всегда логично выставлять игрока, да. Они в итоге, ну, видишь, они не ждали этого рывка. Они все стояли статично, находились. И в результате, видишь, как, ну, вот, 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 вот ошибка. Ну, куда вы? Всегда надо, вот, в первую очередь, да, ближняя, дальняя штанга и центр. Вот эти зоны должны быть перекрыты. От того, что люди ставят на штанги игроков, ну, это, знаешь, как, иногда там и сквозь них мяч пролетает, да, если верхом летит девятку, то они тоже не спасают. Вот, я поэтому, ну, не сторонник того, чтобы на угловых ставить на штанги. Лучше не дать пробить по воротам. Это куда полезнее, чем выставить игроков на штанги, надеясь, что будет так. Ну, тут, получается, смотрите, они открыли, они открыли коридор. Воротарь непонятно зачем побежал. Он побежал и тоже потерял ворота уже, по сути, вот в этом моменте, да. Потому что, ну, если вы выставили игрока на ближнюю штангу, да, то смысл воротарю выбегать на эту точку. Это уже ошибка. И дальше идет скидка, ну, и просто расстрел ворот. Вот все эти игроки, да, которые выставлены были. Ну, это, еще раз говорит о том, что не совсем, не совсем четко защита при стандартах от работы на Умэйден Раши. Потому что это, в принципе, очень предсказуемый вариант розыгрыша, да. И здесь, знаешь, как надо немножко тренировать, отрабатывать. Потому что тут все четко сделано игроками Краснодара. Они забивают гол и даунфифа. Да, там ему партнер очень здорово скинул. И даунфифа реализовал свой шанс. Ну, вот смотрим развитие атаки Мэйден Раша. В принципе, они тоже неплохо смотрятся в плане организации игры. Но насыщенный центр поля соперника, да, только вот так вот с фолами позволяет футболистам в белой форме добираться до соперников, да, до их штрафной. Это розыгрыш. Ну, розыгрыш довольно классический. В результате которого, ну, ничего толком не получилось. Потому что, ну, это читалось. Он вот сделает вот так, там забегание, забегание. Игроки Краснодара закрыли, и все. И вот новую атаку начинать приходится Мэйден Раша. Да, и вот так вот они начинают. И очень хороший прессинг активный со стороны Краснодара вынуждает ошибаться игроков Мэйден Раша даже на их половине поля. Это говорит, опять-таки, о, ну, пока еще свежести игроков, да. Вот. И второе, это говорит о заряженности. Краснодар пока выглядит гораздо лучше, гораздо сильнее и пооригинальнее, да. У них все вот эти даже выбросы из аута, у них оригинальнее, чем опасные штрафные, которые Мэйден Раша не может воплотить в голы. Данаев, один из лидеров команды Краснодара, играет на Дотмунда. И здесь тоже, если бы не Санек мог, там уже бы, думаю, счет бы мог быть 2-0. Ну и вот Мэйден Раша пытается организовать атаку. Сейчас подарок им сделал защитник Краснодара, ну и сутолок отолкотня. В результате удар не получился. Николай Паронин мяч этот забрал себе. Ну, вы видите, то, что Краснодар контролирует игру, здорово. Сейчас пас от Данаева классный, но это надо реализовывать. Это надо реализовывать. О-о-о-о, ну он пасовал, он пасовал. Да, такой момент не использовать. Данаев снова здорово играет, видит партнера, мяч к нему и приходит, удар. Ужасно, ужасно. Ну, здесь ужасно играет оборона Мэйден Раши. Тут можно все разбирать, да, весь вот этот эпизод. Вот начнем, наверное, от вратаря, да. Вот, во-первых, идет вынос. Борьба вроде бы выиграна. Но зачем-то, вот смотри, да, вот небрежность. Уже здесь небрежность наблюдается определенная. СССР принял мяч и головой отдал куда попало. Отдал на соперника. Здесь дальше развивается атака. Но если атака развивается, что надо делать? Надо перекрывать вот этого игрока и постараться, знаешь как, ну, либо перед ним забежать, либо как-то. Здесь тоже надо контрить прямой пас на него. Ну, вот, в результате пас не сконтрили, этот непонятно что сделал. Он потерял, проиграл позицию окончательно. Выход один на один. Ну, хорошо, вот выход, да. Что надо делать? Надо мяч себе забрать. Мяч себе забрали с СССР, да. И вот здесь вот выноси его. Выноси его в атаку. Туда, вперед. Потому что защитные построения Мэйден Раша нарушены. Но что делает Шкадрон? Он топчется на месте и дает соперника. Центральный защитник так не имеет права играть. Зачем ты вот эти вот топтания, финты какие-то непонятные на пустом месте? Этого нельзя делать. Выноси просто. Да и все. Если некому дать пас. Выноси. Дай команде перестроиться. То, что вот он этот обрез сделал, да, смотри. Сразу этот игрок, этот игрок, этот игрок. Они уже не в обороне. Он их отрезал. Вот этого вот многие понять не могут. В результате, да. Ну, вот еще одна кутер-атака, да. Еще один наскок на ворота. Опять все позиции потеряли. Вот. Удар. Ну, здесь вратарь тоже ошибся. Конечно, надо было ловить. Но тут по скрипту он отбивал. И вы видите, да, как располагаются игроки. С желтым рядом нет никого. Ну, вот. Мяч к нему отскочил. Макс 13 рус. Уже должен был забить. Ну, там Санек мог. И его партнер, вернее, его соперник, нападающий, затолкали от мяч ворота. Ну, это неорганизованность полнейшая в обороне высоты. Ну, это он Санек. Это Санек сам же забил. Его там обвинять, конечно, не стоит в этом голе, да. Хоть и автогол на него записан. Все-таки здесь коллективная ответственность. Оборона Мейден Раши никуда не годится за, ну, вот такое, да. Ну, Бесков бы нам на тренировку обороны бы назначил дополнительно. Причем, они сказали, что Мейден Раша как-то плохо играет в организации игры в атаке. Да, они умеют организовывать. Но класс исполнителя, он все-таки чувствуется. Когда с мячом Данаев или Дотмут, ты понимаешь, что это высококлассные мастера, которые, вот как они взаимодействуют. Они проходят два пасса эту оборудовую. У них хорошее налаженное взаимодействие и высокий технический уровень. И этот уровень виден, они это в каждой атаке подтверждают. Они борются до конца, они доводят дело до удара. Со стороны Мейден Раша, ну, таких великолепных мастеров, да, пока в этом матче конкретно не видно. Потому что команда играет, ну, немножко как-то скованно, да, вот эти ошибки, обрезы постоянные. Они пытаются играть короткий пасс, но короткий пасс надо уметь играть. Да, нужно не только нажимать кнопку пасса, да, нужно еще и отдавать эти передачи, открываться правильно. Данаев на Данфифа, ну, вот у Данфифа КГБ мяч отбирает. Аристократ в касании оставляет на Рома Раиса, вот, ну, видишь, как очень легко это все остановили. Да, больше того, ну, у Краснодара процент передач лучше. Как играет Данаев? Посмотрите, он практически в ногу мяч вкладывает своему партнеру нападающему. И повезло, что это вот так вот легко обернулось для Мэйдендаши. Конец первого тайма. Рисунок игры в целом не меняется. Из-за этого, конечно, Мэйдендаша доходит до ворот Краснодара. Да, но все-таки в целом преимущество гостей сомнений пока не оставляет. Ну, бывает такое, что второй тайм становится переломным. Такое бывает, вот, но все-таки слишком уверенно Краснодар в этом матче выглядит. И то, что они вышли в турнирной таблице, они это подтверждают игрой. Ну, вот, атаки Мэйдендаши, да, они, смотрите, какой насыщенный центр из игроков Краснодара. Тут короткий пас, уже не поиграешь. Значит, что надо делать? Навешивать? Вот набегает нападающий. Давай навес в штрафную. Что будет? А будет три часа ковыряния, уже здесь офсайд. Конечно, тут уже нападающему тоже трудно открываться все время. Партнеры очень много мудрят там, где не надо, да. В результате, ну, Мэйдендаша ничем особенным не запомнился. Да, процент передачи они поправили свой, но эти передачи на своей половине поля. На чужой пока полное преимущество Краснодара. Второй тайм мы сейчас с вами смотрим. Поглядим на рисунок игры, что покажет Мэйдендаша. Возможно, после перерыва они какие-то коррективы внесут, да. Но тут, понятное дело, что будет сложно что-либо внести, что-либо добавить, когда соперник играет сильно. Еще и соединением какие-то проблемы серьезные, да, вы видите, какие помехи мы наблюдаем. Ну, в целом, в целом, игра, ну, вот сейчас вы увидите, да, как Краснодар развивает атаку. Ну, видишь, вот, вот эти пассы, да, вот они Мэйдендаша и дают процент передач. Ну, вот на чужой половине поля сразу идет неточность. И Краснодар как пружина разгоняется, как пружина. Всегда есть свободный игрок, и вот они туда же, туда же в зоны дают передачу. Санек мог, несмотря на автогол, я отмечаю действия этого защитника, то, что может, то он делает, в принципе, да. И даже в том случае, когда он забил мяч в свои ворота, он играл по сопернику, и он соперника к мячу не пустил. Ну, да, забил в свои ворота, но это бывает. Это, ну, даже не он забил, это отскочило так. Это несчастный случай. Такое в футболе сплошь и рядом. И, знаешь как, ну, вот это, конечно, брак. Это брак, и качество соединения с интернетом тоже низкое. Качество игры тоже низкое у Made in Russia. Ну, вот что это. Вот сейчас, да, вот можно было развить атаку. Они развили, но вот опять, да. Здесь сколько игроков Краснодара, как они обороняются. И, по сути, только один хороший вариант для передач. Потому что даже навес, он перекрывается вот березовым. Ну, да, вот и что? Тоже неверное решение. Вот у тебя партнер, сыграй с ним. Сыграй с ним, открывайся. Нет, ну, тут защита Краснодара играет хорошо. Не дает почти ничего создать своим соперникам, да. Ну, вот и один в один тоже не прошли. Дотмут подстраховывает защиту. Опять-таки, да, мы видим, что плеймейкер опускается, подстраховывает игроков обороны. И это важно. Он тратит силы, конечно, на это. Но сейчас команда ведет. Сейчас главное не пропустить. И в таком случае, да, плеймейкер помогает. Нет такого, знаешь, как, вот, я там, игрок группы атаки, я в обороне не помогаю. Это тоже секрет. Ну, не секрет, да, очевидность. Но очевидность, которая приносит успех Краснодару. Да, Майденаша больше владеет мячом. Но в основном вот здесь вот, либо в центре, либо на своей половине поля. Как только идет какое-то обострение, тут тут же огромное число игроков Краснодара скапливается, ну, и наносится вот такой неопасный удар. С таким ударом, конечно, любой голкипер, он справится. Ну, тут даже, наверное, самый плохой все равно этот мяч поймает. Ну и, да. Ну, сейчас, правда, у Краснодара тоже атака не получилась. Но Краснодару и атаковать-то не надо большими силами. Они атакуют четырьмя игроками и десятью обороняются, включая вратаря, да. Вот, и видишь, и обороняются успешно. Даже могут, могли вывести сейчас своего форварда еще на ударную позицию. А Майденаша остается только вот так вот пасоваться, повышая искусственно процент брака. Понижая, понижая, неправильно сказал. Вот сейчас что-то интересное может получиться. Ревалда. Ну, Ревалда, Тетли и Данаева. Опять отмечаем Данаева. Тоже игрок высочайшего уровня. Вот уровень все-таки хороших футболистов, да он виден. Индивидуально сильных. Вот Данаев индивидуально силен. И опять-таки, да, многие путают понятие. Индивидуально сильный, да, они думают, значит, это тот, который финтит. Это на самом деле не так. Индивидуально сильный это тот, который знает, когда надо финтить, а когда надо пас отдавать. Вот это индивидуально сильный. И который умеет обыгрывать, но это не постоянно делает. А когда надо только. Вот это индивидуальная сила. Дотмут тоже классный футболист, здорово пасует форварду и удар наносится поворотом опасный, Данаев тут как тут, смотри, да, ну вот сейчас не к месту свинтил, конечно, ошибся, ну видимо что-то он другое задумывал, но мяч пошел в вал. Ну знаешь как, у сильных игроков тоже бывают ошибки, да, многие там говорят, вот там игрок не попал по воротам, все, слабый, но Марадона и Пеле тоже не всегда голы забивали, они тоже мимо ворот били, так что не надо говорить о том, что там вот одна ошибка, все, сразу игрок плохой. Если ошибки идут систематически, вот это уже, вот это уже признак определенный, да, недостатка мастерства. Пытается все-таки Мэйден Раша хоть гол престижа забить, но пока у них это не получается. Я отмечаю оборону Краснодара, которая, ну достаточно грамотно всех разбирает, да и Мэйден Раша атакует, знаете, так бесхитростно, очень прагматично, да, и это все предсказуемо. Сейчас уже все игроки у Краснодара на своей половине поля, ну вот, пас ваут, это уже совсем от отчаяния. Понятное дело, что уже два мяча Мэйден Раша не отыграет, один, может быть, забьет престижа, да, но это в лучшем случае. Тут еще важно не пропустить, The Mix, Miss, вернее, проходит штрафной, Дортмунд отдает, но это выход, это выход, это Макс делает 3-0. Ну, в принципе, опять-таки, тут уже это неразборный момент, это уже понятно, да, почему так произошло, почему так случилось. Хаос полный в обороне у Мэйден Раши, и опять-таки, да, ну, понятно, что Мэйден Раша идет отыгрываться, да, понятно. Но вы видите, сколько защитников у Краснодара обороняется, да, и у Мэйден Раши. У Мэйден Раши вот 5 человек, там один напорник и 4 защитника, их не хватает, тем более, когда соперник более мастеровитый. В чем ошибка Мэйден Раши? В том, что они решили, что они красавцы, да, и молодцы, и что на равных могут играть с Краснодаром. Но они изначально в этом матче пошли не от обороны играть, а пошли в атаку. В результате наполучали голову в свои ворота, да, понадеявшись на своих защитников. Но защитники Мэйден Раша оказались индивидуально гораздо слабее, чем атакующая линия Краснодара. Поэтому Краснодар заслуженно побеждает, вы видите, ну да, по ударам там, ну вы видели, какие там удары наносила Мэйден Раша. Катящиеся 40 метров, это даже за удары не считается. Да, Краснодар провел хороший матч в обороне прежде всего, в атаке, ну не сказать, что блистал, да, но все-таки неплохо. Неплохо выглядел. Так что результат игры закономерен. Результат игры закономерен, да, тоже это показатель того, что статистике нельзя доверять. Вот вы видите, да, кажется, что более качественную игру показал Мэйден Раша, но на самом деле, если посмотреть эту игру, то там ничего качественного даже и нет, и близко этим качеством не пахнет. Ладно, всем большое спасибо за просмотр, надеюсь, что вам понравилось. Если это так, не забывайте нажимать пальцы вверх на Ютубе, да, подписываться на канал и на группу LFRM также, потому что LFRM у нас занимается развитием профиклубов, да, и ссылка на группу ВКонтакте LFRM под видео. Так что надеюсь, что вы туда заглянете и, возможно, что заинтересуетесь. Всем большое спасибо еще раз, удачи и до свидания.